масло от шпрот сливаем в чашку теперь берем красный лук лучше всего маленький так будет красивее смотреться в закуске и нарезаем тоненькими колечками и отправляем лук в ароматное масло от шпрот берем пару веточек укропа и мелко нарезаем ну а теперь все просто перемешиваем поставим поджариться тосты и приготовим соус к сметане добавляю майонез зубчик чеснока соус готов помидорки черри тоже нарезаю кружочками ну а теперь собираем закуску румяную булочку промазываем соусом теперь выкладываем колечки маринованного лука сверху выкладываем помидорки ну и сверху выкладываем аккуратненько шпроты добавляем немного соуса и украшаем веточкой зелени всего две минуты и оригинальная закуска готова переходим к следующему рецепту рецепт номер два красный лук нарезаю кольцами вареное яйцо тоже аккуратно нарезаю колечками крекеры намазываю плавленым сырочком у меня с добавлением зелени на крекеры выкладываю листик салата луковые колечки сверху яйцо и конечно же шпроты еще одна оригинальная закуска у нас готова переходим к третьему рецепту свежий огурчик нарезаем тонкими ломтиками шпроты надо немножко размять мелко нарезаю вареное яйцо мелко порежу небольшой кусочек сладкого перца обязательно добавляю зеленый лук и укроп конечно немного черного молотого перца и соль по вкусу заправляю майонезом конечно эту закуску можно подать на тостах или крекере но я сделаю вот такие оригинальные роллы всего пара минут на каждый рецепт мне очень нравится готовить из простых и доступных продуктов и получается вкусно и оригинально давайте готовить вместе прошу к столу и приятного вам аппетита